Я хочу поприветствовать зрителей нашего седьмого видео. Мы с вами подробно говорим о лидерской работе, о том, как развивать лидеров. Вспомните первое видео, в нем я показал вам возможности дохода в компании Vivasan. Мы начинаем со ступени хобби и затем поднимаемся до самого верха, вплоть до уровня собственной фирмы, когда имеется большая структура, которая сама зарабатывает деньги. И многие поняли, что для перехода с одной ступени на другую необходимо определенным образом изменить свое мышление. Для этого требуется предпринимать несколько иные действия, чем раньше. А в конце четвертого видео, когда мы говорили о навыках, я объяснил вам, что если у вас есть эти навыки, если вы их применяете на практике и доводите до совершенства, то вы выходите на ступень профи. Если же вы хотите подняться выше уровня профи и взять курс на уровень эксперт, то вы должны внедрить в своей структуре систему. И многие действуют совершенно правильно, занимаясь этим с самого начала, поскольку понимают, что это с самого начала важно. Благодаря этому им удается подниматься быстрее и выше. Затем мы с вами поговорили о бизнес-группе и о том, почему она так важна. О том, что такое дупликация, все это мы обсуждали. После этого мы говорили о навыках, о том, как приглашать людей на семинары, зачем нужно их проводить, как следует проводить семинары, учебные занятия и другие мероприятия, как их организовывать. Все это я вам объяснил. А сейчас мы подходим к следующей важной теме. Как подняться еще выше? Как стать экспертом? Как стать предпринимателем? Хватит ли тех знаний, которые у вас сейчас имеются? Выйдите ли вы на этот уровень автоматически, или же вам нужно знать что-то еще? Разумеется, вам нужно знать кое-что еще. И вам нужно учиться развивать новых лидеров. Развиваться самим и развивать новых лидеров в ваших структурах. Таким образом, мы подходим к тому моменту, который для многих оказывается критическим. Я всегда говорю, что рассказываю вам правду про свой опыт. Эта серия видео предназначена для тех, кто хочет видеть реальную картину и знать, что их ожидает. Но и новичку, конечно, тоже стоит посмотреть. Может быть, он не все сразу поймет, но он должен знать о том, что его ожидает. И что каждая проблема имеет решение. С этой целью я и записываю эти видео. О чем здесь, собственно, идет речь? Как вы слышали, если за 16 месяцев построить структуру из 500 человек, то можно ожидать рывка. Рывок означает, что ваши обороты начнут расти в прогрессии. То есть, каждый месяц вы делаете более высокий оборот. Причем он значительно выше, чем в предыдущем месяце. Почему? Потому что много людей приходит в вашу структуру, в ней делается много новых регистраций. Этот момент рывка на самом деле существует, и у многих из наших лидеров этот рывок был, а у некоторых он происходит сейчас, либо они к нему приближаются. Однако, такой рывок происходит лишь в том случае, если вы примерно за 16 месяцев подписываете в своей структуре 500 человек, которые затем проявляют какую-то активность. И если при этом у вас есть система, как система работы с продукцией, так и бизнес-система. Обо всем этом я вам рассказывал, посмотрите еще раз пятое и шестое видео. Те лидеры, которые находятся в процессе этого рывка, испытывают очень приятное чувство. Они понимают, вот теперь у меня получилось, я все сделал правильно. У них возникает чувство эйфории. Так и должно быть, я желаю каждому испытать эту эйфорию. Это происходит, когда структура вдруг начинает быстро расти, когда идут в горы обороты. Посмотрите на этот график, который я схематически изобразил здесь для вас. Зеленая линия — это оборот. На вертикальной оси системы координат вы видите оборот, а на горизонтальной — время. Здесь нет ничего сложного, более наглядно я просто не могу это проиллюстрировать. Тот период, когда эта зеленая линия круто идет вверх и называется рывок. Затем, по прошествии некоторого времени, это могут быть годы, недели или месяцы, это зависит от структуры и от лидера, который с ней работает. Оборот начинает расти уже не так быстро. Как правило, люди этого просто не замечают. Однако, есть один верный признак, на который большинство не смотрит. Если количество регистраций в вашей структуре растет по экспоненте, то есть каждый месяц их все больше и больше, то вы на правильном пути. Если же количество регистраций начинает уменьшаться, то есть в этом месяце меньше, чем в предыдущем, в следующем месяце снова меньше, чем в этом и так далее, то это еще вовсе не означает снижение оборота. Он может оставаться на том же уровне или даже немного расти, но это первые признаки того, что ваша кривая перестанет идти вверх, и вы выйдете на плато. А через некоторое время ваши обороты начинают падать. Я знаю лидеров, у которых были высокие обороты, но потом очень сильно упали. Я знаю лидеров, у которых были высокие обороты, потом они несколько снизились, после чего снова начали расти. Почему так происходит? Многие из тех, кто сейчас смотрит это видео, скажут, ну, в этом виновата фирма Vivasan. То есть, виновата окружение. Политические кризисы, экономические кризисы, обесценивание валюты, вот то, по их мнению, что играет решающую роль. Фирма Vivasan виновата. Если спросить, почему, то на этом мы услышим. Нет новых продуктов, новый дизайн упаковки неудачный, и мне не нравится, или людям он не нравится, новый аромат кремов мне не понравился, и тысячи тому подобных заявлений. И, кстати, план маркетинга тоже оказывается плохой, в других фирмах он лучше. Вы сами знаете, как звучат сотни тысяч самых разных отговорок. То, о чем я вам рассказываю, относится к системе прямых продаж как таковой, к нашему бизнесу в целом, и не ограничивается только компанией Vivasan. Почему происходит рывок? Он начинается, что вполне логично, когда в вашу структуру приходит очень много клиентов. Вспомните пятое видео, первую таблицу из него. 70% вашей структуры – это клиенты, а может быть и больше. Это значит, что у вас была хорошая система распространения информации о продукции. Возможно, про ознакомление людей с бизнесом этого сказать и нельзя, но по части продукции все было отлично. Благодаря этому ваша структура росла, росла и росла, и в нее пришло множество клиентов. Но клиенты – это всего лишь клиенты, это реальность любого бизнеса. Клиенты приходят и уходят. Сегодня одни в восторге, завтра они в восторге от чего-то другого, а послезавтра они в восторге снова от вас. Клиенты всегда ищут где лучше, что вполне естественно. Вы ведь и сами клиент. Вы же не покупаете всегда только в одном магазине. Вы не подбираете в свой гардероб вещи только одного бренда. У вас меняются предпочтения. Вы не покупаете постоянно одну и ту же помаду. Вы переходите на другую помаду. Вы приобретаете разные продукты, которые вам на тот момент нужны. Вы ходите за покупками в разные магазины в зависимости от настроения. Так что клиенты приходят и уходят. А теперь скажу вам неприятную правду. Если при этом в вашем бизнесе слишком мало так называемых инфлюенсеров, я сейчас употребил новое слово, то вы подвергаетесь опасности упасть почти до нуля. Почему в предыдущем видео я говорил о том, что необходимо продвигать мероприятия? Дело в том, что вы должны научиться быть инфлюенсером. Вы сами должны отвечать за продвижение множества семинаров, учебных занятий, любых мероприятий. Вы должны их проводить и организовывать. Зачем? Затем, что это позволит вам стать инфлюенсером. Этого мы позже еще коснемся. А кто это, собственно, такой инфлюенсер? Инфлюенсер — это человек в вашей структуре, который, независимо от вас, делает все сам. Как это происходит? Вы строите структуру, обучаете людей, строить бизнес-группы и не только. Люди растут, вы растете вместе с ними, развивается ваша команда, и в какой-то момент участники вашей команды понимают, что могут работать дальше самостоятельно. И они сами работают дальше. Они больше не нуждаются в вашей поддержке и помощи, в мотивации с вашей стороны. Они стали самостоятельными и не зависят больше от вас. Они с вами на одном уровне. Это инфлюенсеры. Это и есть ключ к успеху в нашем бизнесе. Ведь количество клиентов может хоть целый год расти в прогрессии. Это видно по рывку, но не количество инфлюенсеров. Если у вас хорошая система обучения, то прирост составит максимум 10%. То есть, если у вас в структуре 10 инфлюенсеров, то, если будете хорошо работать, вы можете ожидать, что в следующем году у вас их будет 11, но не 100 и не 200. Это важный момент, который многие не понимают или не хотят понимать. Никакие внешние факторы не виноваты в том, что ваши обороты снижаются. Количество инфлюенсеров в вашей структуре – вот решающий фактор, в зависимости от которого ваша структура либо растет в течение длительного времени, либо ее оборот падает до очень низкого уровня. Я знаю людей, которые зарабатывали по 10-15 тысяч франков в месяц. Они построили большие структуры, а сегодня они зарабатывают 1-2 тысячи. Кто в этом виноват? Коронавирус? Конечно же, нет. Достаточно лишь взглянуть на такую структуру. В ней нет инфлюенсеров. В таких структурах их просто нет. Если человек наверху прекращает работать, то и в структуре тоже никто больше не работает. Если этот человек сам не проводит семинары, то в этой структуре семинаров нет. Вот в чем проблема. И посмотрите на красные линии на графике. Чем медленнее идет вверх кривая, тем сильнее падает оборот. Но если она идет вверх, и при этом вы постоянно стремитесь к тому, чтобы у вас появлялись новые инфлюенсеры, то ваша кривая будет подниматься очень быстро. У всех в любом случае будет выход на плато, и потом некоторое снижение. Это зависит от того, насколько быстро человек понял, что ему нужны инфлюенсеры в структуре. И чем быстрее растет количество инфлюенсеров, тем меньше снижается оборот, а затем кривая снова идет вверх, вместе с увеличением количества инфлюенсеров в вашей структуре. На самом деле, это самое сложное в нашем бизнесе. Надеюсь, что я понятно объяснил вам. Это очень важная истина, знать которую должны все. Как узнать инфлюенсера? Каковы его отличительные черты? У инфлюенсера есть несколько важных свойств характера. В качестве основных из них можно выделить следующие пять. Он независим. Как я вам уже объяснял, сначала вы его учите, он это делает, а потом сам принимает решения. Он с вами на одном уровне. Он принимает решения самостоятельно, не жалуется и не ноет. Он решает проблемы, не перекладывает их на других, на верхние линии структуры или на кого-то еще, а решает их сам. Инфлюенсера не нужно мотивировать. Вам не приходится звонить ему каждый день, просить и умолять, пожалуйста, сделай это, сделай то. Он сам это делает, и он вам помогает. Это сразу заметно. Это свойство характера, которое просто либо есть у человека, либо его нет. Есть люди, которые всегда хотят от всего отбояриться. Это люди с психологией сотрудников. Я рассказывал вам об этом в первом и втором видео. Они всегда хотят отделаться от работы и только получать деньги. Этого ведь каждый хочет. Но независимые люди знают, для этого им нужно что-то делать. И для того, чтобы понять, является ли человек инфлюенсером, не требуется 10 или 20 лет. Уже будучи на уровне любитель или хобби, человек может обладать чертами характера инфлюенсера. Вам нужно их только в нем заметить. Он человек, который решает проблемы, как я вам уже говорил. Он не тратит все свое время на обсуждение того, кто отвечает за проблему и кто в ней виноват. Есть проблема, делается анализ. При этом 5% анализ, а 95% решение проблемы. Так поступают инфлюенсеры. И таким образом они решают проблемы в своих структурах. Что, разумеется, ведет к резкому росту их количества в структуре. Потому что, если проблема решается, то и другим это тоже идет на пользу. Он постоянен и настойчив. Инфлюенсеры не бегают из одной фирмы в другую по принципу «мы опять нашли новую фирму, у нее какой-то суперпродукт, он решает все проблемы, да и план маркетинга у нее лучший в мире». И тут же все побежали туда. А потом, через год или через пару месяцев, выясняется, что это была глупая затея. Инфлюенсер об этом знает. Постоянный поиск новых возможностей не работать и получать много денег – это пустая трата времени и энергии. Так не бывает. Человеку нужно время, чтобы что-то сделать, что-то построить, и рисковать этим он не будет. Так подходят к делу инфлюенсеры. И они последовательны. Что я имею в виду под последовательностью? Требуется время на то, чтобы дойти до рывка. Быстро – это 15-16 месяцев. Для этого придется немало потрудиться, это дается не так легко. Когда происходит рывок, человек счастлив. Отлично. Но что делают некоторые после этого? Они думают, уф, ну все, дело сделано, я все построил, а теперь пусть работает структура подо мной. Пусть они всем этим занимаются. Пусть сами проводят презентации, обучение. А сам человек, добившийся этого рывка, уходит на пенсию. Дамы и господа, возможно, вас удивило то, что я говорю об инфлюенсерах, а не о лидерах или топ-лидерах Вивасан. Вы знаете, я записываю видео не для того, чтобы говорить о ком-то плохо. Я рассказываю лишь о том, что вижу сам. У нас прекрасные топ-лидеры. У нас замечательные лидеры Вивасан. Это люди, которыми я горжусь, и с которыми мне очень приятно работать. По прошествии 20 лет мы уже стали как одна семья. И этим я горжусь. Но есть и совсем другие люди. Они не являются инфлюенсерами. Они зарабатывают около 2000 франков в месяц, но при этом их никто не видит. Их нигде нет. Они уже давно на пенсии, и каждый месяц удивляются, что заработали меньше. Каждый месяц их удивляет, что их заработок снизился. А все дело в том, что они не инфлюенсеры. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас сказать, минуточку, А должен ли я, собственно, сам быть инфлюенсером? Если в моей верхней линии есть инфлюенсер, то мне им становиться не нужно? Нет, так это не работает. Это я вам еще объясню. Итак, последовательность подразумевает следующее. Когда начинается рывок, необходимо держать руку на пульсе. Нельзя отходить в сторону. Вы нужны своей структуре. Вам нужно обучить большое количество людей, и теперь у вас появился шанс, теперь у вас есть выход на множество людей, у вас в структуре появилась мотивация. Значит, теперь вы можете запустить бизнес, а для этого вам нужно привести в бизнес много людей, для того, чтобы появились новые инфлюенсеры. Это важно. Ведь многие не понимают, что на самом деле рывок у них происходит только благодаря качеству продукции Vivasan. Да, они выстроили систему распространения информации, при помощи которой достаточно хорошо доносили до людей информацию про Vivasan, но в какой-то момент эти клиенты уходят, и что потом? Обвал до очень низкого уровня. Инфлюенсеры воодушевляют. Они стимулируют действовать. Проводя семинары и презентации, мероприятия, помогая людям, решая проблемы, человек приобретает харизму. Она позволяет вдохновлять людей на действия. Харизма проявляется у этих людей даже в их ответах на вопросы в социальных сетях, через WhatsApp и так далее, в том, что до них можно дозвониться и задать вопрос, и эта харизма очень важна. Ведь это означает доверие. Если человек поднимается на сцену и что-то рассказывает, или записывает видео, то люди ему верят, ведь он это все уже сделал, он через это все уже прошел. И люди думают, значит, было бы неплохо мне его внимательно послушать. И это стимулирует действовать. Еще у инфлюенсера большие планы на будущее. И он о них говорит. Мы еще увидим, что это реально означает цели, планы. Если вы хотите стать экспертом, выйти на уровень предприниматель, или подняться еще выше, то у вас должны быть свои представления о будущем. Вы должны знать, где вы будете строить свои структуры, сколько структур вы построите, сколько бизнес-групп вы создадите, какой оборот вам требуется, сколько человек вы хотели бы видеть в своей структуре, в каких странах вы начнете работать и так далее. Вы ведь должны все это знать. И вам необходимо формировать это представление. Эта картина должна быть в вашей голове. Люди, у которых нет представления о будущем, не могут себя мотивировать. А кто себя не мотивирует, тот никогда не станет инфлюенсером. Так что это очень важный аспект. Итак, я рассказал вам о том, как узнать инфлюенсера. А теперь следующая, не менее важная тема. Как развивают инфлюенсеров? Главное правило я уже называл. Первый инфлюенсер — это вы сами. Не думайте, что если в структуре над вами есть инфлюенсер, то тем самым для вас этот вопрос решен. Так это не работает. Если в структуре над вами есть инфлюенсер, то это прекрасно. Он поможет вам. Он увидит, что вы тоже станете инфлюенсером. Заметит, что вы обладаете этими качествами. И, конечно же, будет вас поддерживать и помогать вам. Это совершенно точно. Во всем, что вы делаете, он будет вам помогать. Ведь он уже понял, если вы станете инфлюенсером и будете действительно независимы, то он поднимется еще выше в своей структуре. Он же хочет стать экспертом или предпринимателем. Еще один способ, позволяющий в некоторой степени автоматизировать развитие инфлюенсеров, это система построения бизнес-групп. Давайте приведем пример. Посмотрите на этот слайд. Это просто маленький пример из моего опыта. Допустим, вы ставите перед собой цель строить одну бизнес-группу в месяц в своей первой линии. Только одну. Это на самом деле не очень сложная задача. Вы сами строите всего одну бизнес-группу в первом месяце и затем каждый месяц по одной. Получается 12 бизнес-групп в год. На основе имеющегося опыта можно исходить из того, что примерно 25% из них остаются активными. То есть из тех 12 бизнес-групп, которые вы построили, три будут активно продолжать. Трое из 12 поняли, что такое система дупликации и что таким образом они смогут начать зарабатывать деньги. Соответственно, три бизнес-группы продолжают дальше, а остальные прекращают свою деятельность. Людям не понравился бизнес, либо они сочли его с требующим слишком больших усилий. Тогда они становятся клиентами или вообще покидают фирму. Бывает по-разному, но большая часть все же остается, становясь клиентами, возможно, постоянными. Либо они строят свои бизнес-группы не каждый месяц, а каждые 3-4 месяца. Так тоже бывает. Давайте посмотрим на то, как будет развиваться ваша структура, если вы будете применять эту систему не одну неделю, а в течение нескольких лет. Тогда за 4 года у вас получится построить в своей структуре 324 бизнес-группы. Это делаете не только вы сами. Эти 3024 бизнес-группы создаются благодаря дупликации, из которых примерно 100-115 остаются активными. Они проявляют активность каждый месяц и продолжают развиваться. И вот вы уже видите, что на 5-й, 6-й, 7-й год кривая резко уходит вверх. И этого реально добиться при помощи только лишь одной бизнес-группы в месяц, но при наличии хорошей системы, о которой я рассказываю вам в 5-м, 6-м и 7-м видео. Вот что за этим стоит. И вполне логично, что благодаря этому будут появляться инфлуенсеры. Почему? Ну вот подумайте. Для любого мероприятия, которое вы организуете, для каждого учебного занятия, для всего того, чем вы сейчас занимаетесь, чтобы распространять информацию, вам требуется помощь других людей. И таким образом вы сразу видите, кто участвует в работе и прилагает к этому усилия, у кого есть мотивация, а кто отлынивает и отделывается отговорками. Вы же помните, как я про это рассказывал и сказал, что если вы занимаетесь продвижением семинаров, то вам нужно дать инструкции людям, находящимся на ступенях хобби и любитель. Объясните им, как приглашать людей для того, чтобы они приходили на семинары, на обучение или на презентацию. Вы должны разъяснить им, какие вопросы следует задавать, нужно составить список, в который все запишутся и укажут, кто сколько человек приведет и так далее. Те люди, находящиеся на уровне хобби или любитель, которые приведут по 10-15 человек, либо будут приводить всего по 4-5 человек, но регулярно, уже сделали первый шаг на пути к тому, чтобы стать инфлюенсером. А те, кто много говорит, но вообще не приходят, или вы слышите от них отговорки, что, мол, то не получилось, это не получилось, инфлюенсерами не станут. И для вас очень важно уметь это видеть и различать, поскольку следующий вопрос это, с кем вы проводите время в бизнесе? Вы знаете, есть одна картина, которую я наблюдаю годами, а именно, одни и те же люди постоянно сидят вместе в офисе, на складе, где угодно, каждый день. Я не знаю, о чем им еще друг с другом говорить, так ведь продолжается более 20 лет, уже давно все должно быть понятно. А в структурах у них никакого развития нет, потому что они вновь и вновь воспитывают своих неблагополучных детей. Да, но зачем вам, простите за это грубое слово, но это действительно так, гробить свое время на тех людей, которые не мотивированы, совершенно не жаждут добиться успеха и которыми невозможно руководить. Ведь они не делают того, что вы от них хотите. У них постоянно находятся какие-то отговорки. Вы на это можете сказать, ну так других у меня просто нет. В этом случае пересмотрите, пожалуйста, третье видео, как находить новых заинтересованных людей. В этом ведь и заключается та проблема, из-за которой многие терпят неудачу. Они перестают искать новых заинтересованных людей. Они решили для себя, раз я привел в бизнес человек 10-20, то на этом моя задача выполнена. Нет, на этом она не выполнена. Ваша работа делать это постоянно. Находить все новых и новых заинтересованных людей. Непрерывно расширять ваш список. Заниматься нетворкингом. Вот в чем на самом деле ваша задача. И это, как я вам рассказывал, идет на пользу не только компании Vivasan, но и всей вашей жизни. Во многих своих аспектах ваша жизнь изменится, если вы действительно активно будете заниматься нетворкингом. Итак, следующий вопрос. Кем вы себя окружаете? Людьми, которые тянут вас вниз и постоянно вас демотивируют, влияют на вас негативно, или людьми, которые вам помогают? Пусть даже сами они при этом находятся только на ступени хобби или любитель. Это большая разница. Цели ведут к лучшим результатам. Это очень важно. Инфлюенсером можно стать при помощи целей. Если спросить у людей, занимающихся нашим бизнесом, что самое важное, то они говорят, у всех должны быть цели. Но что они понимают под целями, в большинстве случаев это понимание неправильное. У людей есть, конечно, расплывчатое представление о том, что они хотели бы сделать, но при этом нет никакого плана, и поэтому не предпринимается никаких действий. И как следствие, цели остаются просто целями, которые никогда не выполняются. Затем есть люди, у которых более конкретное представление о том, чего они хотят. Может быть, у них есть даже планы, они действуют, но не контролируют свои результаты, в то время как нужно размышлять над следующими вопросами. То, что я сделал сегодня, приблизило меня к моей цели или нет? Приносит это мне успех или нет? Почему сегодняшняя беседа или встреча закончилась неудачно? Почему мое приглашение на презентацию не было принято? Почему все занятие по бизнесу оказалось коту под хвост? Почему так произошло? Что-то ведь было не так. И над этим нужно работать, решать эту проблему, чтобы в следующий раз получить лучшие результаты. Объясню, чтобы вам было понятнее. Что я понимаю под целями? Вот представьте себе, человек находится на ступени хобби и хочет перейти на ступень любитель. Он хочет построить 12 бизнес-групп для того, чтобы подняться на уровень любитель за год. То есть одна бизнес-группа каждый месяц. Это прекрасная цель. Следующий вопрос. Что для этого необходимо делать? Как выглядит план? Что для этого делать и когда это нужно делать? Соответственно, вам нужны цели на полгода, цели на месяц и цели на неделю. Вы же не можете сегодня в январе начать, а 31 декабря проверить, есть ли у вас 12 бизнес-групп. Тогда у вас, вероятно, не будет ни одной. Вместо этого вам необходимо каждую неделю проверять на пути ли вы к цели. Бизнес-группа это ведь довольно просто. Но представьте себе, что вы хотите подниматься еще выше. В этом случае постановка целей и контроль, это называется анализом обратной связи, это очень важно. Подумайте, ведь в одиночку вы не выйдете ни на ступень эксперт, ни на другие высокие уровни профессионализма. Для этого вам нужна команда, которая будет работать вместе с вами. Это именно то важное, что вам реально нужно, и поэтому нужно задуматься, чего вы на самом деле хотите достигнуть до конца года. Возьмем очень тривиальный пример. Предположим, вы находитесь в самом начале уровня профи или на переходе от любителя к профи. У вас уже есть небольшая команда. И, допустим, сейчас январь, а к декабрю вы хотите иметь структуру, которая будет приносить вам 50 тысяч франков нетто, потому что тогда у вас будет месячный доход около трех тысяч франков. Это ваша цель. И вы знаете, что для этого у вас в структуре должно быть 120 бизнес-групп. А как вы это сделаете? В одиночку вы 120 бизнес-групп за год не построите. Поэтому вам нужно эту цель на год разделить на цели на полгода, на месяц и на неделю. Что приносит вам оборот? Обучение, занятия по бизнесу, нахождение новых консультантов, приобретение новых клиентов, проведение презентаций, построение бизнес-групп, помощь другим в построении бизнес-групп, поддержка своих лидеров, своей команды. Вот что приносит оборот. И больше ничего. Учебные занятия по продукции это тоже оборот. И на каждой неделе должно что-то делаться. В плане должны быть указаны конкретные цифры, а не какие-то абстрактные желания. Сколько мы проведем презентаций, сколько занятий по бизнесу, сколько личных встреч и так далее. Это должно быть согласовано с вашей командой. И у каждого участника команды точно так же есть цели. На основе этих целей ставятся цели перед любителями и перед людьми, находящимися на уровне хобби. Это, дамы и господа, и есть бизнес. Только так вы подниметесь на самый верх. Если человек, находящийся на ступени хобби или любитель, просто пробует что-нибудь сделать, то, если вы хотите перейти с уровня любитель на уровень профи, то для этого вам нужно обладать определенными навыками, иначе не получится. А если вы хотите подняться выше уровня профи, то вам необходимо будет внедрить систему и добиться того, чтобы ваша структура действительно работала по этой системе. Но для того, чтобы это работало, чтобы вы поднимались выше, чтобы у вас появлялись инфлюенсеры, а это ведь важно, это тема сегодняшнего видео, у вас должны быть цели. Вы должны помогать людям становиться инфлюенсерами, как я вам объяснил, а для этого требуется в том числе отслеживать выполнение целей, ставить перед собой цели, причем реальные цели, имеющие отношение к бизнесу, дробить их на недельные и месячные цели, а затем смотреть, если за месяц вы хотите достичь такой-то цели, то что для этого необходимо делать каждую неделю, и это нужно контролировать. А если вы этого не делаете, то не удивляйтесь тогда и тому, что эти цели не выполняются и ничего не движется с места, потому что если человек чего-то не достиг, то это значит, что возникла какая-то проблема, из-за которой дойти до цели не получилось. Соответственно, вы должны эту проблему выявить и решить. Это, дамы и господа, и есть высокое искусство лидерской работы. Новичкам об этом задумываться пока не нужно. Но, если вы хотите стать экспертом или предпринимателем и расти дальше, тогда такой инструмент в вашей структуре применяться должен. И, конечно, вы должны создать систему поощрений. Если человек на уровне хобби справился с той или иной задачей, вы ставите задачу, а он ее выполняет, то он получает небольшое поощрение. Любитель или профи тоже получает небольшое поощрение. Это может быть, например, приглашение на обед или на ужин или что-нибудь другое. Ставьте цели и вручайте за их выполнение небольшие поощрительные призы. Это мотивирует людей и стимулирует их двигаться дальше. Большинство считает, что поощрениями должна заниматься администрация компании Vivasan, но это совершенно не так. Это задача тех лидеров, которые хотят подняться на самый верх. Итак, я записал для вас семь видео. В этих семи видео я рассказал вам о том, что главное в нашем бизнесе. Читайте, накапливайте информацию, смотрите эти видео почаще. Может быть, теперь вы поймете, в чем заключаются ваши проблемы. Никогда не поздно начать сначала, никогда не поздно что-то исправить. Даже тем, кто с нами уже много лет, может быть, я вас вдохновлю, мотивирую вас действовать как-то иначе, начать делать что-то новое. И это все не теория, это практические наработки на основе более чем 20-ти летнего опыта компании Vivasan. Должен сказать, что видео новый формат для меня. Раньше у меня не было возможности записать такие видео, поскольку совершенно не было времени, ведь я постоянно на семинарах, я всегда работаю с людьми и бываю во многих странах. Но теперь, в 2020 году, я смог снять эти видео, поскольку точно так же оказался на карантине, как и вы все. И тогда я решил записать эти видео. Они могут для кого-то оказаться полезными, могут кого-то вдохновить. Я сделаю еще много других видео. Как вы видели, эти видео я каждую неделю выкладывал в интернет. Не буду скрывать, я получил на них множество отзывов, причем не только положительных, но и отрицательных тоже. И это замечательно. Я рад получить любой негативный отзыв. Некоторые из них оправданы, другие совершенно не оправданы. Да это и не важно. Важно, что этим я вызываю у людей реакцию. Процентов 80-90 зрителей благодарные, они задают мне очень много вопросов. Поэтому я запланировал следующее. Смотрите эти видео, задавайте мне вопросы, через Фейсбук или по электронной почте, большинство из вас ведь знает мой рабочий электронный адрес. А потом я запишу отдельное видео, в котором дам вам обстоятельные ответы на эти вопросы. Я желаю вам больших успехов, оставайтесь здоровы. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.